привет с воздумки для цитрусов сегодня будет ролик воздушных отводках мне нужно пересадить уже сделаны они нарастили корни хорошо в субстрате из кокоса и перлита их нужно пересадить и снять еще одну воздушную отводку также я покажу как влияет черный цвет на образование корней особенно такое прохладное время где теплее черный цвет притягивает тепло там и корней больше ну давайте поподробно вот так притянки стояли предыдущие воздушные отводки и еще две сделаны немножечко позже вот ему конечно же побольше пакет с грунтом и корни есть вот они проявляются немножечко он такой зеленцой то есть корни образовываются несмотря на то что уже более по прохладная погода не такие теплые ночи жарки вот то есть корни образовываются но медленнее в то время когда на соседской отводки я что-то делала в черных перчатках я и сняла и хотела вот так вот на пакете как попало принципе отдела ну он единственное что был чуть побольше захватывал земляной ком и недавно я его снимаю и вижу большое количество корней именно под перчаткой то есть смотрите с этой стороны корней не видно и я видела только эту сторону без корней то есть если там хоть один но выглянул то здесь я корня не видел естественно я сняла перчатку и смотрите что мы видим под перчаткой довольно таки много образовалась корешков принципе даже в достаточке их образовалась на данный момент когда уже дело было к осени черный цвет притягивал тепло и корни образовались именно под ним срезать еще рановато пусть еще корни нарастет я передумала если сначала хотел срезать но ствол довольно таки толстого диаметра прививочка прижилась и идет в рост но такое небольшое количество корней слабенько потянет им будет посложнее потому я уже в этот раз срежу пакет и просто хорошо заверну пусть корни еще нарастают на обеих этих воздушных отводках снять и отсидеть я всегда успею но чтоб потом не мучиться пусть лучше корни нарастут вот как положено вот мы и три воздушные отводки получились вот на таком красивом штамбе и прививки хорошо прижились уже разветлились и начали вызревать понемножечку вот и корни они хорошо нарастили а субстрат у них обычный то есть кокос с перлитом вот видите корешочка уже торчат то есть субстрат выполнил свою функцию быстро пересыхают вот эти вот два корни образовались наросли вот этот чуть помедленнее что там творится с корневой системой сейчас отряхну и посмотрим их нужно уже пересадить в обычный субстрат который я использую это вот торф с перлитом и с лечим запоном все эти три экземплярчика будут сегодня пересажены вот вся компания в споре заработай и еще пересажу вот такой чудный грузони вот нам выключили лето стало резко прохладно и все никто в тенечек не прячется все теперь греются на солнышке зара всем привет от зарушки вот и грузони будет пересажен на всякий случай я приготовила горшочки чуть чуть больше мало ли что там будет с корневой сейчас посмотрим а пока нужно аккуратно вытащить горшочек довольно таки плотно смотрите корни хорошо развилась корневая система как для воздушной отводочки посмотрите довольно таки хорошо нарастили корней сейчас мы отряхнем и посмотрим ай-ай колючка то есть насколько нужно оголить как бы у воздушных отводок не сильно выражена корневая шейка потому при пересадке я немного заглубляла для того чтобы она не шаталась и не выпала с горшка сейчас отряхну и посмотрим вот все начались корешочки то есть комочек это довольно таки плотно держится сейчас еще свежий колючок что не поранится пробую отряхнуть все больше не отряхивается принудительно отряхивать и рушить этот земляной ком я не буду то есть вот я оголила до образования корней комок держится плотно корни хорошенькие беленькие все пора ее вернуть в грунт уже более питательный потому что торфяной ой кокос он нейтральный для того чтобы выращивать растение в кокосе нужно добавлять утопрение осмокот носить я живу все растения у меня растут торфе потому кокос я использую как промежуточный вариант так возьму горшочек побольше чуть чуть побольше вот насыплю на дно грунта и по бокам на тоже хватит запасом будет новый так что такая такой диаметр как видите хорошо укореняется хорошо нарастил корневую систему вот подравняйте его чтобы наша отводка была ровно все засыпаем и потом я все это вместе полью ради фарма для того чтобы коры корням было питание плюс там активные вещества которые помогают наращивать корневую систему еще лучше и я думаю что через месяц они уже будут готовы найти себе новый дом то есть все вот одна отводочка готова пересажен это у меня энкор и плюс кокос уже и пересыхал то быстренько так следующая воздушная отводка это прививочка декапон вот смотрите корневая система тоже хорошая сейчас также сама отряхнул верхушечку доберусь до корней сделаем ему импровизированную корневую шейку то есть вот начался первый корешочек вот чуть чуть-чуть для приличия постучу что отвалится то отвалится ну а принудительно выбивать весь кокос и не нужно они спокойно прорастут в торф торф я тоже добавила много кокоса чтобы не было резкой смены такой смотрите хороший диаметр ствола вот на фоне пальцев хорошо наращивает вот смотрите кокос отпал и видны первые воздушные корешки его образованные вернее корни на отводке и вот в эту дырку я засуну немного грунта чтобы не было пространство возьму новый горшочек но они но просто другой и точно так же его эту от водочку пересадим поравняли примерили да пожалуй вот так будет хорошо потом грунт еще просядет при нескольких поливах обязательно выравнивайте чтобы это было ровно и эстетично и по бокам распределяйте хорошо руками но при этом не сильно потому что все-таки очень хрупкая диаметр очень вас толстый сама от водочка тоже довольно таки высокая вот так вот мне нужно то есть сама отводка была срезана немножечко наискось шел так ствол так что это не страшно и через время это под готовы сразу такие крупные саженцы крупные растения теперь посмотрим что с этой она чуть медленнее просыхает еще могут валяться листочки суккулентов или может и больше полила да у меня чуть чуть меньше корней но тоже в принципе достаточно и пусть наращивает их уже в хорошем субстрате питательном и питает крону вот ей увеличивать горшок я не буду сейчас вот так вот отряхнем что отряхнется откуда отвалится смотрите ежик вон беленький такой торчит из кокоса корней достаточно но чуть меньше чем у тех двух ну что есть то есть вот виден первый кокос кокосовый пакетик был вот так что ей увеличивать горшочек я не буду я ее верну в этот же ну прекрасно поместится даже с новым субстратом и на дно освежиться новость то субстрат и по бокам будет все пучком ну а позже уже можно будет и подкормить то есть аккуратно расправляйте молодые корешки примерьте чтоб все было пучком хорошо и по красоте и аккуратно воздушное пространство между горшком и кону заполните вашим готовым субстратом так вот то есть ничего сложного просто нужно сделать это аккуратно вот смотрите примерно на сантиметр оголился ствол вот в таком положении они уже будут хорошо держаться в горшках и заглублять не нужно то здесь со временем вырисуется четкая корневая шейка изначально это как бы не принципиально ну а попозже заглублять не нужно то есть выше зарыть воздушную отводку нельзя все равно вот при поливах грунт еще просадит вот первые корни и также получилось у всех что примерно на сантиметр может быть где-то и больше у кого-то пришлось получилось оголить все они держатся все крепко что мне и нужно было у меня новенькие грузони вот такой симпатичный кучерявый классный и я его хочу пересадить конечно всему пересаживать лучше бы не надо отправить его в покой но он получен откуда-то оттуда из теплиц голландии или кто еще там поставляет грузони кактусы вообще в украину и он находится естественно в торфе и тут вообще палки какие-то ну скорее всего что торф и перлит я его пожалуй пересажу потому что оставлять в зиму я его полью чуть больше торф более влагоемкий и конечно же но он может пострадать потому лучше все таки пересажу заодно он пройдет несколько обработок я избавлюсь и от покупного грунта и он будет обработал ой 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 колючий вот и я буду уверена что я его пересадила когда он пересажен чем он поливался посмотрите какой-то наверное субстрат для кактусов в понимании питомников которые их выращивают ой а что его и корни немного что опять та же песня сейчас я его подниму пинцет в этих перчатках не очень удобных корней у него немного но есть вот молодой корешочек есть что такой грунт невозможно ковырять клина какая-то вот как я не люблю все такие штуки смотрите у нас в глине потом его посадили в более сыпучий грунт корешкова немного а вот глина и конечно же оставить в этом субстрате это скорее всего загубить погубить при неправильном поливе все-таки зима сейчас попробую вот это вот все такой очень глиняный субстрат наверное было бы хорошо это размыть со шланг очки чтобы понять сколько у него там корешков и как его садить я не против глины в глине много полезных веществ она довольно таки питательная она очень твердая буду его сначала замачивать а грузу не отмыт и перед посадкой ему нужно дать время высохнуть потому что групп грунт ему хорошо отмыла со шланги самого грузончика помыла сейчас покажу какие у него хорошие корешочки корни у него хорошие беленькие но мокрый грузу не я садить не буду ему нужно дать время чтобы он высох что и крона у него стекла и корешочки подсохли так у нас стоит стоит не травмируется то есть пока его оставим в покое ждем тем временем накроем воздушные отводки черным пакетом мне нужен шприц хомуты или стяжки и кусочки черной пленки я же взяла кусочки черного пакета разрезала большого бмв маечки это воздушную отводочку я немножечко полью потому что потом будет черный пакет мне будет не видно и полив сейчас ей нужен не такой обильный как это было в жару то есть мне достаточно именно эту воздушную отводку увлажнить то мокрое здесь не так много субстрата и корней потому на всякий случай я увлажню вот берем полоску черного пакета черной пленки заматываем ничего сложного нужно поменьше не так много летать замыкали и стянули это все хомучком сверху и снизу нужно просто веревочками удобно вам это не обязательно такие услуги получается вот такая конфета то есть у тайца вот есть там специальные шарики вы не знаю как там насколько универсален тот диаметр для воздушных отводок тебе заказывать такое не стала я прекрасно справляюсь такой способ пакета есть всегда под рукой я могу использовать их разные заполняю это все кокосом сперлитом я проще мне по стариночки как я уже приловчилась просто пакет несколько штучек комутов и все готово останется отрезать эти хвостики чтоб при поливе и при нахождении здесь я не попала себе в глаза то что буду лезть проверять что-то не конечно же могу попасть в глаза все они будут стоять дальше и наращивать себе корни пока грузу не еще обсыхает по от водочки нужно полить один раз я уже полила их отстойной водичкой теперь я возьму вот такой вот ферти рут он тоже для стимулирует развитие корневой системы этого пакетика нужно на 10 литров воды тому я возьму лейку он коричневого цвета не видно к сожалению ручка закрывает вещество коричневое вот он еще пересаженные инжиры пересажены лавровый лист так что мне будет куда использовать целую лейку воды один раз я их уже полила потому как грунт был суховат для того чтобы он напитался воды второй раз я поливаю уже укоренителем использование укоренителя конечно одно из условий при пересадке тем более если нам нужно наращивать корневую систему вот любой другой какой бы вы не нашли любой другой укоренитель возьмите если ничего нет можно взять просто янтарную кислоту она тоже хорошо стимулирует образование корневой системы все они постоят вода стечет и я поставлю на полочку где они будут стоять и дальше наращивать осваивать свой корнями субстрат то есть видите вот субстрат вымывается в какую-нибудь сторону заполняет собой воздушные подушки которые там образовались то есть нужно поправлять за два полива примерно все это устраняется и грунта плотно в наших горшочках и для наших растений нет там воздушных прослой чек и грунт должен быть равномерно смочен самый первый полив выйдут вот с пузырями весь воздух все заполнится и будет все чек и бобони и помните что для образования корней это еще и тепло вот почему в прохладное время года при черном пакете при наличии черного пакета на воздушной отводке у него образовались корни с одной стороны и этим отводочкам тоже на данный момент хотя бы на недельку нужно обеспечить более менее теплом чтоб корни хорошо наросли и начали заполнять новый грунт грузоне уже подсох и будет посажен возвращен свой горшок которым он был но уже с моим субстратом которая наколотила корешки у него хорошая выглядит он тоже хорошо молодцом красавчик сам зеленый кучерявые такие иголки у него пышные очень много иголочек кучерявых и колючих конечно же потому сейчас буду всеми правдами неправдами пытками всевозможными способом возвращать его в его же горшочек он куплен для композиции композиции будет составлен аж весной для этой композиции я еще купила детский про ушной электромобиль под очки обязательно добавлю потому что фотосессию я уже сделала и заре и автомобилю и немножко как вот так что фоточки я добавлю а уже сама композиция будет сделано аж весной в зиму этого не стоит делать потому что это нужно где-то еще и разместить и где-то пристроить а вот весной когда сама природа шепчет почему нет почему что-то не натворить вот я сделала насыпала в горшочек грунт делала здесь углубление вот горшки ну чудные остается мне посередочке поправить там в принципе все хорошо хорошо углубился я прям угадала с первого раза не останется по краешкам насыпать грунт насыпать грунта декорировать камешками так вот можно наклонить его при подсыпании грунта и я не купила поливать не знаю может быть через неделю полью полью конечно же тоже с укоренителем чем не остается затрусить все пространство субстратом и задекорировать чтобы не вымывалась земля при поливе камешками возьму лечу закон или просто плотно плотным слоем это насыплю и ему хорошо и мне не грязно вот сколько он был хорошо намочен то сейчас полив ему не нужен хоть он самый просох но корни мне кажется там недостаточно так хорошо просохли как у него его крона его этот колобочек вот лечу закону с точки такой архитпон просто здесь фракция крупнее как-то подходит и просто лечу за классическая и вот архитпон терапон все это подходит и я насыплю по кругу чтоб при поливе поливаю же я со шланги в зимнем саду и потом он в будущей композиции он тоже будет находиться на улице эта композиция будет лето чтоб не вымывался грунт в зимнем саду при поливе будет чисто а на улице это не будет вымываться вот так что если вас интересуют как суккуленты то вам на канал киоргия у него шикарный канал он все подробно рассказывает и показывает какие они растут шикардосные в отдельных горшках то есть я тоже хочу могу умею но мне нет я творю всякие композиции вот он же конкретно этим занимается суккулентами и кактусами они у него все в отдельных горшочках и можно увидеть всю красоту этих вот хоть суккулентов хоть кактусов хоть кому потому подробно конечно это киоргия а ко мне так баловаться посмотреть что я натворю как пересажу все с ним хорошо и обязательно запомните что вот покупка таких голландских растений голландских кактусов их нужно обязательно пересаживать отряхивать хорошо от их грунта потому что там могут быть и вредители и грунт торфяной влагоемкий то есть при поливе она еще утром боится можно будет наверное еще попозже досыпать а пока достаточно то есть грунт влагоемкий и там могут быть вредители и обработка от клеща тоже не будет лишней иногда его прям визуально видно в данный момент ничего не видно но я все равно обрабатываю все растения как бы они подвергаются обработки а если у вас там единичные экземпляры не так много в квартире и только начал увлекаться на все равно проводите обработку и смена грунта для того чтобы не занести вредителя и не залить вашего растения вам покажется что он уже сухой их захочется полить а там комочек будет торфяной с окошечка будет холод комок торфяной мокрый и все это конечно же приведет гибели наших колючих таких красавчиков так что совсем за красотой за подробным описанием как спасать покупные суккуленты кактусы это киорги ну нет уж оставайтесь не переключайтесь будет еще кучка интересного манго созревает воздушные отводки пересажены как-то с пересажен в общем жизнь кипит своим чередом добрый киев еще и бурно кипит и сейчас начались муки выбора кого занести кого перенести куда поставить потому что ну зимний сад у меня полон скажем так полна коробочка а много растений на улице их нужно заносить и сейчас муки выбора кого куда подвинуть кого куда переставить то есть осень вообще не повод унывать и печалиться наоборот работы многое все кипит бурлит и фантазия бурлит и работа бурлит и помните для наращивания корней также играет погода температура должно быть тепло корня тогда не нарастут хорошие красивые вот они отводки вода стечет и я поставлю их так чтобы было тепло и хотя окна еще открыты конечно же вот но температура играет важную роль особенно если это все случается у нас осень это чуть дольше и плюс температура а суккулентом тоже температура и полив всех обнимаю не переключайтесь до новых встреч